Здарова, ребятки, с вами Бэтсайенс и сегодня вы узнаете о том, где я беру супер крутую музыку для своих выпусков, а также как начать на ютюбе, если ты предприниматель или новичок. Погнали! Я давно хотел с вами поговорить об одном вопросе, который мне очень часто задают, точнее ряде вопросов, которые мне часто задают. Многие спрашивают меня по тому, как вести собственный канал, как снимать на ютюб и многие другие темы, касающиеся каналов, которые можете заводить лично вы сами. Если вам интересны темы и мой опыт в плане ютюба, то я с радостью им с вами поделюсь. А сегодня я отвечаю на конкретные вопросы. Один из самых популярных вопросов, где я беру свою музыку? В основном я беру ее на саундклауде. Многие спрашивают также об авторских правах. Не блокируется ли видео, если музыка нарушает авторские права? В моем случае есть определенный лайфхак. Вы просто находите популярных ютюберов, таких как Кейси Найстон, Мистер Бен Браун, Фан Фа Луиз и многих других и смотрите в описании каждого их выпуска, какую музыку они используют и где они ее брали. Как правило, под каждым выпуском указан автор композиции и ссылка на его саундклауд. Далее вы переходите на саундклауд и с помощью нехитрых манипуляций, я думаю, вы сами разберетесь, как это сделать, скачиваете его трек и используете в своих выпусках. Как понять, заблокирует ли ютюб у вас авторские права или нет? Если исполнитель на саундклауде имеет не так много подписчиков, как казалось бы, примерно до 10 тысяч, если он имеет 700 подписчиков, 1000, 2 или 3, то это не слишком страшно и скорее всего ютюб не заблокирует данную композицию. Итак, первое, где вы можете брать музыку, это саундклауд. Второе, это фанатека ютюб. Огромная фанатека ютюб предоставляет вам бесплатную музыку без нарушения авторских прав, которую вы можете использовать в различных жанрах видео. Все ссылки на ресурсы, где я беру музыку, я оставлю под данным видео. Ну и третий способ найти музыку для своего видео без нарушения авторских прав, это вбить жанр музыкальной композиции в самом ютюбе. Например, вам нужна кантри музыка для вашего видео. Вы вбиваете кантри мьюзик микс и находите несколькочасовые сеты на самом ютюбе, в котором, как правило, прикрепляется плейлист с треками, которые используются в данном миксе. Колоборация с фиолетовым поршмакатом. Как бизнесу зайти в ютюб? Дело в том, что многие предприниматели сейчас стали заводить собственные каналы и пытаться делать собственный контент. Но дело в том, что все они как один делают все одно и то же. Тот, кто первым ищет креативить свои тематики бизнеса и изменит подачу контента, тот будет впереди остальных, сколько бы денег другие не вкладывали в свой контент. Поэтому о чем следует задуматься предпринимателям? Во-первых, о максимальной пользе людям, а во-вторых, о том, как сокращать свой контент и делать его максимально доступным за наименьшее время. Потому что проблема многих предпринимателей, как я заметил на русском ютюбе, они очень много говорят и их видео состоит в целом из полчасовых видеороликов, которые очень долго нужно смотреть для того, чтобы полностью понять, о чем был выпуск. Если вы научитесь сокращать свой контент, делать креативную подачу, а также очень часто менять локации и подбирать красивые ракурсы, то ваш канал определенно обречен на успех. И тем самым он будет выделяться среди остальных. А теперь поговорим об одном из самых насыщенных вопросов. Как набрать первые просмотры, если ты новичок? Ответьте себе на один вопрос. Стали бы вы смотреть то, что сняли? Максимально удобно смотреть зрителю то, что вы сняли. Максимально ли полезный контент вы сняли? Максимально ли он интересный? Может, вы могли как-то его исправить и улучшить? Может, вы могли сделать что-то еще, чтобы он стал еще круче и интереснее? Отвечая на эти вопросы каждый раз, когда вы снимаете свои видео, вы останетесь в выигрыше, и ваш контент будет становиться все круче и круче. И второй момент. Не бойтесь хейтеров. Конечно же, ваши видео начнут обсуждать и говорить, что вы снимаете полное говно. Что следует делать в этом случае? Ничего. Просто блокируйте всех нахер и не обращайте на них внимания. Третий момент. Продолжайте выпускать видео. Каждый раз задумайтесь о том, нажали вы сегодня кнопку обновить и добавить новый ролик. Или же нет. Один лучше, чем ноль. Это сказал не я, это сказал Гарий Вайнерчук. Но тем не менее, это золотое правило набора просмотров на ютюбе. Выкладывайте как можно чаще. Не забивайте на свои выпуски, если думаете, что они не очень. Выкладывая постоянно и регулярно новые выпуски, вы научитесь фильтровать их и делать круче и круче с каждым новым видео. Не каждый ютюбер стал популярным со своих первых роликов. Возможно, ему пришлось сделать 10, 20, 40, 50 роликов, прежде чем о нем узнали. Запомните это и продолжайте выкладывать свои выпуски. Вот такой вот познавательный лог, ребятки. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их внизу в комментариях по данным видео. Также я специально для вас составил PDF-документ по данному выпуску, чтобы вы не потеряли всю информацию, которую сегодня узнали. Вы можете скачать его внизу в описании под данным видео. А на этом все, мне пора сваливать. Увидимся в следующем крутом выпуске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok